По данным украинского генштаба, за сутки вооружённые силы Украины отразили атаки российской армии в районе 14 населённых пунктов в Донецкой области. Подчёркивается, что основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил мнение, что перспективы достижения мира в Украине слабеют. Российское вторжение в Украину оборачивается невообразимыми страданиями для украинского народа и ведёт к серьёзным глобальным последствиям. Надежда на мир иссякает. Возможность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Мир неслепо идёт к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами. В столице Польши, Варшаве, появились ракетные комплексы «Патриот», которые страна приобрела у США в прошлом году. В польском Минобороны сообщили, что в Варшавском аэропорту проходит учение с использованием средств противовоздушной обороны. Польша предпринимает дополнительные шаги для укрепления своего оборонительного потенциала. В конце февраля исполнится год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник в Киеве простились с жителем Ирпеня, который погиб на востоке страны в боях под Бахмутом. 30-летний Эдуард Штраус отправился на войну добровольцем. Он был похоронен на Ирпенском кладбище на Аллее Героев.